Ну вот, что у нас происходит. А ничего не происходит. Вот некоторые здесь, а остальных я не вижу вообще. Я не знаю, где они. Куда-то они ушли. Не знаю, даже не слышно, не видно ничего. Ну странно, даже рыжая коза здесь с нами. Не она зачинщица. Прям жарко, прям не то чтобы. Ну бабье лето как раз эти дни. Пока буду выкладывать видео, небось опять уже холод наступит. Даже не подозреваю, ничего нигде не колышется, даже голова нигде не торчит. Вот так вот ходим. Сейчас дай бог нам нормально дойти до дома. Когда они появятся, а когда-нибудь они появятся, я думаю. Козы! Да, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Не, ну я их увидела. Они прям вот... Вот где куча деревьев справа. И вот одно как бы посерединке стоит. Кто там? Кустик деревца. Они вон там. Нарисовались. Я поэтому стою. Может кто-то подумает, что стоит. Надо бежать искать. Не надо никуда бежать. Они полазают. Я знаю, здесь можно. Они полазают и сюда они ко мне вернутся. Каким-то образом они возвращаются. С любого места. Вот оттуда, 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 оттуда. Хотя, допустим, где я стою, меня в траве там может и не видно. Но всегда они упорут там, чтобы ориентир найти. Я им отвечу. Иногда. Все, сейчас придут. Пойдем домой, потому что жарко так. Ну, мы уже два часа погуляли. Ну вот, подтягиваются перебежчики. Ой, сейчас дай бог бы нам дойти там до дома. Здесь, ладно, они разбегаются. Здесь можно. Сейчас нужно сорвать мне палочку сразу. Ну, понятно, чтобы регулировать движение так лучше, получается, удобнее с палочкой. Наелись хоть? Уползает. Цепочка. Вот они. Вот посмотрите, какие пузо. Ну, ладно бы голодали, но вот что? Я возмущаюсь. И животные начинают разбегаться. Естественно, они не дураки. Они ищут где повкуснее даже тощая помылка, которая худая. Смотрите, ну это разве худые? Это разве голодные козы? Все, пошлите к дому, пока вы опять... Что? Уходила? Вон, сейчас шоколаду посмотрим. Страняшка наша. Давай, выходи, покажись. Давай, давай. Нет, сейчас вот, понимаете, все треснут. Сейчас уже морда треснет. Нет, и они начинают разбегаться, бежать. А все уже видят, где малина, где смородина. И прямо вот именно туда, понимаете? А пока добежишь, они уже все съедят. Не, она пошла туда, ладно. Они пришли под дерево стали. Думали, здесь вроде дерево, да? Только середину-то до середины они уже все съели. Пошлите. Все, пошлите. Нет, сейчас я палочку здесь сорву хорошую, чтобы вас воспитывать. Нет, сейчас-то мы пойдем хорошо, а там уже рулить. Здесь нормально. Полезла пить. Пить хочет. Стояла сейчас на воду, смотрела, облизывалась. По краю здесь ходит. Рыжая коза. Ну, сюда спустись ты и там попей. Чего это, как пила? Нет? На воду смотрела и стояла, прям облизывалась. Не будешь? Не будешь? Ты тоже попить. Пить хотя бы. Ай, шоколада. Плохая здесь, да? Ну, подальше бы наступили. Пойдемте, наверное, пойдемте, да? А то вам жарится. А то стоим, стоим. Тяжело так дышать, но передавать 21 градус, не 30. Они так дышат, как будто тут все 30, да? Да, шоколад не стесняется в еде, как всегда. Идем домой. Я. С инструментом. Воспитание. Ну, пока благополучно. Что хочу сказать? Будет видно сейчас в камеру. Не очень, да? Но все равно. Да? Облака-то. Да? Вот там... Там ничего интересного. А вот здесь вот как перья на шляпе. Не знаю, на чем такие большие перья. А это... Вон, вон, вон. Куда-куда. У меня уже голова так не поворачивается. Шея. Свернула уже. И вот здесь вот, да? Пошлите. Что нам предстоит-то сейчас? Будет хозяйка орать, носиться по гектору или нет? Козы, пошли! Козы! Там сейчас будут, остальные вылазили. Будут, а может и не будут. Няша здесь. Миша! Миша, Миша! Давай! Давайте! Девчонки! Давайте, давайте, выходите. Как свинья хрюкает, да? Давай! Кто-то там еще остался. Миша так и остался. Миша! Тунис уже. Он там сам по себе вечно. Да! Вы видите, они... Давай! Где остальные? Миша так и не выплывает. Вон она нарисовалась. Пошлите. А то хватит уже. Так жарко. Миша. Очень уж. Смотрите, яблонь. Смотрите, какая. Медленно в гору. Только попробуйте сейчас разбежаться. Но сейчас вряд ли они сами еле дышат. Миша, вообще, гляньте, рот разинул. Навряд ли. Вот мне сейчас... Идут, забивают меня. За вами гоняться по гектару. И вообще не хочется. Идем, идем. Под ноги нужно смотреть, как бы не духнуться. Идем. Давай. Только попробуйте. Прям вот когда палочкой обозначаешь вот так территорию. Заборчик. Как бы очень хорошо получается. Они как-то боковым и задним зрением видят, что тут забор. И что этот инструмент может прилететь им позаду. Они это понимают. Вот. Поэтому с палочкой прям вообще здорово ходить. С кнутом, когда пастук. Да? Даже совсем не обязательно их бить. Не приходится. Но видите, как они раз-раз туда. Ой, альпунечка моя. Увидела, кричит. Вот. Прямо сейчас даже не хотят никуда. Вообще ни в одном глазу. А ты вот туда. И все. Представляете, когда стадо высыпну и все. У хозяйки паника. Что делать? Что делать? Как их собирать? Нет, как взяла палку и загнала. Но пока я их загоню, они... Мое оружие. Они сожрут все. О, побежали. Сейчас жарко, они пить хотят. Они хотят пить поэтому. Давай. Поэтому они сейчас послушны. Миша. Миша, а где твой зад? Иди давай. Давай, Джат. Эти ошейники так и не куплю. Молодым. Обязательно. Миша. Потому что они уже беременны. Потом рожать. Чтобы было удобно их. О, иди пи. Молодцы. Сейчас вы послушны. Посмотрю, как вечером сейчас, как всегда. Развредаетесь. А? Что я про ошейники говорила? Обязательно у меня козы в ошейниках. Потому что будут рожать. Потом ее таскать туда-сюда. Доить. Облизывается. Стоит меня корова. Моя критит. Корова моя у меня умерет. Альпуня. Вот папа набрала. Альпуня. Ты моя коза. Сейчас стенку тебе положу. Застреваю. Нужно прочищать тут. Моя корова, еще немножко посиди. А ты видишь эти безобразники? А так ты молодец. Молодец. Посиди. Ну их. Ты видишь сколько их? Козлы такие. Козлы. Ее бы тебя выпустила. Сейчас. Водички. Альпуня. Все прошло уже. Явно. Я забыла телефон. Я вернулась. Никак до дома не дойду. Да, у нее все прошло. Слава Богу. А то я уже думала, что она бракованная. Хватит. Я не буду тебя сейчас. Нет. Ругать, чтобы я ее открыла. Ну приступаем. Приступаем. На котлетки возьмем крупные. Потому что люблю или рубленые котлеты, или когда на крупные. Поехали. 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 все начали надо порезать кое что-то цесарочки тогда ой как пандра тогда ой как понравились котлетки ну конечно а Вот и все, закончилось наше лето. Ну вот и все, очень даже мы уложились, очень даже успели, а просто мне с козами опять нужно убегать. Буду, знаете, с чем делать котлетки, нет, в смысле котлетки, просто котлетки, а потом, может быть, покажу, когда я начну сыпать приправу, лук, чеснок обязательно, посолить, приправки, ну я немного, по минимуму там хмели-сунели, паприку обычно я добавляю, не знаю, у нас приправ мешками полно, крупа пшеничная, муж вчера принес, говорит, сделай мне такую, если вы не будете никто есть, сделай вот прям мне такую. А детям я варила с молочком такую кашку, а как это без молочка? тут он прям зерно, я ее сварю, добавлю, головы нет, да? я ее сварю, добавлю маслицу туда, сливочную, ну немножко, наверное, немножко, и как раз мы поедим с котлетками, ну естественно с салатиком, я думаю, будет вкусно, кашка-то с молочком вкусная, да? вкусная такая, а просто как без молока я ее не ела, не знаю. Все, наверное, пока на этом наш репортаж окончен. Все, все, оставляю, убегаю, побежала. Опять пришла по-быстреньку, но в этот раз я добавила кабачок, обязательно добавила, очень хочу с кабачком, очень мне нравится. все, сковородки ставлю. Ну вот, какие они красивенькие, приятненькие такие прям, да, получились.